Приветствую, уважаемые! Ну что же, сегодня у нас на тесте снова Nokia, называется Lumia 735. LTE, беспроводная зарядка, NFC, и все это за порядка 12-13 тысяч. Давайте будем разбираться, действительно ли оно стоит все того. Поехали! Ну что я могу сказать по поводу этого внешнего вида? Да, штука квадратная, но тем не менее, именно вот такая вот квадратность в сочетании с закругленными краями и дает фирменный нокиевский стиль. Плюс еще он довольно-таки яркий, и вы точно его заметите на руках у человека. Например, где-то в толпе, в транспорте он выделяется, и это большой плюс для Nokia. В остальном все классично. Надпись Nokia, сверху у нас решетка, динамика голосового, камера, сенсоры. Снизу отдельных кнопок не вынесено, теперь все наэкранное. Фирменное такая вот загогулино-закругление у стекла отсутствует здесь. Есть небольшой такой завальчик, но он заканчивается пластиковым уплотнителем. Не знаю, видно вам, не видно, вот здесь вот он по периметру проходит. Маленькая выемка снизу, это микрофон, естественно. На одной из граней кнопка регулировки громкости, кнопка включения-выключения блокировки. Да, профиль довольно высокий, нажимаются замечательнейше, никаких претензий. Кнопки камеры нет. Неприятный момент, потому что у Nokia всегда они, в общем, раньше были, и это было крайне удобно. Снизу у нас, естественно, только разъем под microUSB, потому что микрофон у нас на передней части. Здесь ничего, но и сверху дырка под наушники и гарнитуру. Соответственно, сзади, сзади глянцевый пластик. Видна камера, видна вспышка, видна вот такая вот пятиточечная штука под названием микрофон для записи видео. Он захватывает звук спереди, что, в общем, лучше и логичнее. Гордая надпись CASE. И вот такие вот аккуратненькие дырочки, за которыми скрывается мультимедийно-вызывной динамик. Вот, собственно, и все. Да, штука, несмотря на свою монолитность, все-таки разборная. Не очень удобно снимать заднюю крышку. Надо пальцем правильно вот так вот ее оттуда выдавливать. Ну и, соответственно, дальше мы видим разъем под nanoSIM. Да, вот это совершенно дурацкая идея. Я не очень понимаю, кто будет пользоваться nanoSIM. В таком ключе, если кто-то переходит на эту Nokia, обычно переходит с чего-то микросимочного. А nanoSIM это скорее у iPhone, да, у Samsung. Не думаю, что люди будут менять. Ну и, естественно, разъем под карточку памяти. Вот, собственно, и все. Аккумулятор, да, съемный. Экран. Экран у нас здесь не самый большой, но и не самый маленький по современным меркам. 4,7 дюйма. Разрешение 1280 на 720 и основан он на органике. Да, это не IPS-ка, и при этом все-таки здесь нет такого термоядерного прямо цвета. Все очень приятно, все комфортно, тем более это все-таки винда, значит, можно настроить цвет под себя, то есть, похолоднее, понасыщеннее, потеплее, поменее насыщенно, яркость подобрать, то есть, все, что надо, вы можете сделать. Приятный экран, действительно, плюс технология Clear Black позволяет, ну, на ярком свету с ней работать. Почему сказал, ну, да потому что у нас в Петербурге в последнее время с ярким светом как-то не очень. Тем не менее, когда солнышко тут пару раз выглядывало, никаких проблем с ним не было. Углы, естественно, максимальны. В общем, по этому параметру у меня в данном случае никаких претензий нет. Все хорошо, все приятно и замечательно. Интерфейс. Ну, что я могу тут сказать? Перед нами классическая винда 8.1. В принципе, обновления на нее, конечно, выходят, но там изменения довольно-таки незначительные и даже порой косметические. Нет каких-то глобальных таких вот прорывов, нет чего-то нового, но, с другой стороны, винда довольно самобытна и поэтому глобально менять здесь тоже ничего не следует. Из того, что видно для России, это появление вот таких вот папок активных живых. Все то же самое, вы просто можете скинуть несколько приложений вот в такую вот кучку. Для европейцев там еще есть возможность, ну, точнее, даже для американцев запустить голосом Картану, но Картана у нас пока еще не существует официально. Ее можно, конечно, активировать, если вы выставите американский регион, ну и, соответственно, язык такой же. Тогда она будет работать, ну, естественно, тоже только на английском. Обновление ждем следующее, когда уже все-таки наконец-то разберутся с разделом настроек, обещают все-таки причесать вот эту кашу, которая там есть, и в не спадающей шторке наконец-то сделать возможность переключения, точнее, включения-выключения передачи данных. Пока вот так вот. Камера. Ну, с точки зрения количества мегапикселей, здесь прорыва, мягко говоря, никакого нет. Всего лишь 6,7 мегапикселя. Так что для тех, кто гонится за большими циферками, здесь полнейшая печаль-беда расстройства. Для всех остальных, кто здраво мыслит, это, безусловно, хорошо, потому что диагональ матрицы, понятное дело, не самая большая, 1 на 3,4 дюйма, и при этом меньше мегапикселей гарантируют меньшее же количество шумов каких-то, и, как результат, лучшее качество изображения. При этом здесь еще и диафрагма очень хорошо открытая, 1,9. Это здорово, и, естественно, тоже работает на качество результирующего изображения. Естественно, мы посмотрим на примеры фотографий, а сейчас я в очередной раз покажу то, что может делать камера Lumia. Здесь есть возможность настроить автобаланс белого, фокус, ISO, экспозицию, экспокоррекцию, режим вспышки. Можно сделать вот так вот, и все будет вычисляться автоматически. Можно сделать проще. Отвести пальчик вбок, влево, и получить все те же самые ползунки, но вот в таком виде. Сразу видно, что мы настраиваем, и сразу понимаем результат. Да, здесь есть ручная фокусировка, так что, если вы хотите сделать что-то такое необычное, пожалуйста, накрутите и снимайте в свое удовольствие. Понятное дело, что остались всякие решения для селфи, потому что это позиционируется как селфи-фон, правда, камера передняя 5-мегапиксельная, но, тем не менее, все-таки селфики вы делать на нее явно можете. Ну и, конечно же, есть всякие живые фотографии, которые просто делают, по сути, гиф-изображения анимированные. Все это есть в Nokia. Оно перешло от старых моделей, более старших моделей, поэтому еще раз рассказывать про это не буду. Ну что ж, уважаемый, давайте подводить итоги. С точки зрения времени работы ничего супер-пупер удивительного не получается, то есть где-то день, день с небольшим, если его совсем не мучить, то примерно два. Далее, перед нами устройство за 13, ну, с небольшим совсем, тысяч рублей. По современному курсу бакса это очень-очень немного, и при этом мы имеем нормально работающее железо, учитывая винду, да, кому-то она нравится, кому-то она не нравится, это уже вопрос второй, тут вам решать и только вам. Но, тем не менее, штука работает, при этом мы видим хорошую сборку, довольно удачное решение, которое, с одной стороны, объединяет цельнолитные корпуса, то есть такое надежное все, хорошее, не скрипящее, с другой стороны, разборное, то есть захотели, аккумулятор поменяли и так далее. Это здорово. Экран тоже никаких претензий, хорошо все, все четко, цвета приятные, цвета выдержанные, можно все настроить, тоже положительное впечатление. Камера, понятное дело, это не супер фотофлагман, но, тем не менее, с моей субъективной точки зрения, он делает фото не хуже, чем 830, то есть старший его собрат. И стоит он, кстати, этот 830 дороже порядка 17 тысяч рублей, если верить рознице, может быть, даже побольше уже. Так что, стоит ли брать? Да, наверное, стоит. К тому же, вы получаете LTE-поддержку, вы получаете беспроводную зарядку по стандарту QI, и вы получаете NFC. Ну, за такие деньги, я считаю, все-таки это хорошее решение, если вас не пугает винда, потому что аналоги на андроиде, скорее всего, ну, при такой же плавности работы, будут стоить явно дороже. Вот такой вывод. Так что, если не против винды, то идите и посмотрите, штука неплохая. Все, на сегодня все, я прощаюсь с вами, но ненадолго, ибо скоро будут новые обзоры. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова